Добрый день, я представляю Сольский калийный комбинат. Это первый за 30 лет, наверное, проект разработки калийного месторождения с нуля. Предыдущий доклад был докладчик, делал доклад по Таллицкому месторождению. Мы тоже с Верхникамского месторождения калийных солей. Сольский калийный комбинат владеет лицензиями на разработку Палашерского, Еженчастия, Балахонцевского и Белопашнинского участков. Месторождение калийных солей одного из крупнейших в мире находится на севере Пермского края, в 190 километрах от города Перми. Что-то не листается. Не работает. Ну, давайте вот так. Вот, собственно, общая схема Верхникамского месторождения калийных солей, залегания месторождения. Так как Сольский калийный комбинат, я сегодня хочу рассказать о интегрированной системе. На предприятии создается система для решения задачи, регламентированных основными нормативными документами. Это, прежде всего, инструкции по проходке стволов, указания по защите рудников от затопления, охране подрабатываемых объектов, ну и так далее. И на основании всех этих нормативных документов были выделены основные задачи геологического направления. Это, прежде всего, безопасное и рациональное ведение горных работ, проходка стволов, подсчет запасов, учет движения запасов, специальные запасы, обеспечение геолого-разведочных работ, геологическое обеспечение горных работ, мониторинг геологической среды и мониторинг генплана. Здесь на слайде представлена интегрированная горно-геологическая информационная система на базе центрального сервера СУБДЭСКОЛЬСервер. Геоконструктор, которая состоит у нас в основном по геологической части из трех продуктов. Это РГИС, которая служит у нас в основном для управления векторными данными и операцией с данными. GC-клиент, геоконструктор, это, опять-таки, разработка ООО «Информблюс плюс», которая создана для управления табличными данными, операциями с данными. Интеграции с Майн-Адвайзер, СРГИС, СУБДЭСКОЛЬСервер. Ну и также для 3D Майн-Адвайзер – это разработка компании Сайт Пауэр Канада для управления данными и построения геологической модели, ну и также операции с данными. Вот эти вот два блока у нас для хранения. Это является хранилище для Майн-Адвайзера. Здесь у нас в основном хранятся данные по шахтным стволам для расчетов, которые, ну, собственно, были представлены предыдущим докладчиком. Интеграция данных между программными продуктами осуществляется прямым чтением обоюдных форматов, конвертируемым входных и выходных форматов, ну и интеграцией данных через единую СУБДЭ. База является открытой, то есть при необходимости для решения задач возможно включение в систему дополнительных программных продуктов. Задачи, указанные в приложениях, решаются комплексно, то есть это база данных, Аргиз, Майн-Адвайзер и Геоконструктор. Рассмотрим горно-геологическую информационную систему по разделам. Первым разделом является информационная модель геологического строения участков, которая основывается на базе данных по скважинам. Она у нас представлена в виде приложения Геоконструктор. Там собрана вся информация по скважинам, от геолого-разведочных до инженерных скважин. То есть там хранится вся информация. Данные экспортируются в файл с разделителями CSV, в MapInfo, в Аргиз. Ну и, собственно, импортируется Майн-Адвайзер, где берутся для построения геологической модели. Вот мы видим геологическую модель. Геологическая модель интегрирует в себе информацию о гипсометрии, мощности пластов, то есть пластовая модель, карты литологии, сетки концентраций. Вот наличие всех этих данных. Здесь представлена полная пластовая модель рудника. Также можно эту пластовую модель представить в алюметрическом режиме или выбрать необходимый пласт, ну и также вырезать для лучшей визуализации. Также геологическая модель используется для построения карт из-за мощностей, из-за концентраций, содержания полезного компонента, ну и построения геологических разрезов и безопасного ведения горных работ. Обоснование геологической модели для прогноза геологических особенностей должно происходить по данным геофизических методов разведки, скважин геологической разведки, скважин подземного бурения, ну и маркшейдерских замеров. Кроме этой системы, для безопасного и рационального ведения горных работ у нас созданы и пополняются ГИС-проекты в Аргизе, которые созданы на основании геофизических исследований, которые регулярно проводятся у нас на участках. Это методами сейсмо-электро- и граверазведки. Вот разные проекты, это сейсмо-разведочные работы, электро-разведочные, граверазведочные и газогеохимия. Следующий раздел – это движение запасов калийного рудника. Немножко пролистаем. Программное обеспечение выполнено в виде расширения КАРГИС, которое служит для расчета прогнозных запасов и средневзавершенных содержаний, расчета потерь в геологических блоках, генерации сводных ведомостей о состоянии запасов и генерации, собственно, отчетных форм 5 ГР-70ТП. Вот таким образом выглядит расчетный блок. От геологических до горных данных и наоборот. Можно посмотреть запасы по отдельным пластам и по произвольным площадям. генерировать различные формы 5 ГР, например, и экспортировать в Excel для дальнейшего оформления. Вот таким образом выглядит схема ВАРГИС запасов и календарный план отработки. Кроме того, имеется система информационной поддержки проходки эксплуатации шахтных стволов, выполненная ВАРГИС для контроля проходки замораживающих скважин. Вот так они выглядят в разрезе, в свертке. Также в Майн-Адвайзере выполнен модуль по контролю ледопородного ограждения. Как у предыдущего докладчика, у нас это выполнено в системе Майн-Адвайзер. То есть все задачи решаются там. Ежедневное оперативное информационное обеспечение руководителя о ходе строительства стволов также выполнено в ВАРГИСе. И там же мы выполняем геологические зарисовки с наложением тюбинговой крепи. В Майн-Адвайзере также можно выполнить свертки и развертки вот этих зарисовок. И последний проект, это у нас мониторинг генплана, который у нас, собственно, сейчас не актуален. Он выполнен с использованием изыскательских скважин. Вот таким образом выглядит все. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы из зала. Титов Роман, УТВЛ. Скажите, а маркшейдерские замеры, которые лежат в основе подсчета движения запасов, они как хранятся у вас? Маркшейдерские замеры. Я сейчас рассказывала про геологическую часть. Маркшейдерские замеры у нас делаются в ТКД. То есть они в данном модуле практически никак не участвуют. Здесь мы уже применяем чисто результаты. То есть они нам дают площади вот эти, и можем по этим площадям уже выполнить необходимые расчеты. Сейчас немножко отлистаю. Вот так они выглядят. То есть вы импортируете из Автокада в Аргиз данные, и потом считаете по ним запасы? Да. А вот от периода к периоду движения запасов это новый ГИС-проект получается в Аргиз? Или как это фиксировано? Нет, это все в модуле делается. Данные как хранятся? Допустим, за текущий год, за прошлый год? Это все там в проекте хранится. В одном проекте? Да. Хорошо, спасибо.